Ностальгия, да, Мортин? Есть такое, Капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортин, Капитан Очевидность, Крис Супер В. Коронная версия почти такой же, каким был обычный Крис. Но об этом позже. А для начала, есть у меня для вас отличненький анекдот, поделился которым мастер анекдотов Юрий Третьяков. Анекдот следующий. Диалог. Диалог следующий. За что вы отнимаете у меня абонемент? Потому что вы писаете в бассейн. Ну так все писают? Да, но с вышки только вы. Ха-ха, да, ребятишки. Барам-барам-барам-барам. Оу, ес. Ух, обожаю такой мазон. Джаз это сила, ребят. Джаз это как классика. Он будет жить вечно. Всегда будут люди, которые будут любить Джаз. И всегда будут люди, которые будут любить Крис Супер Вэ. Да. А теперь, собственно говоря, давайте поговорим о самом Крисе. Вы знаете, вообще, честно говоря, очень печально, то, что его так сильно нерфанули. Очень печально. Хэдшот, детка, ЮАЗ ОУНДА. Но... Да, благодарю, как ты очень любезен. Тихо... Да. Это было ожидаемо. Вот. Я ностальгирую по тем временам, потому что, когда я только начинал играть в Warface, как я говорил, начинал я за штурмовика, потом переключился на медика, ну, в общем-то, немножко поигрывал на мясорубке за все классы. И я очень быстро открыл Крис Супер Вэ. Да. То есть, вы знаете, что когда вы только начинаете играть, какой-то раритет у вас открывается быстро. На низких очень званиях таких, там, на общем канале нет. У меня открылся именно Крис Супер Вэ. Ни Альпина, ни Калаш, ни что-нибудь там, ни Бенелли Ново Тактикл. У меня открылся именно Крис. И вы знаете, он мне... Да, мультикилл. Мне он очень нравился. Это обалденный ствол. И тащить с ним получалось, как нефиг делать в те времена. То есть, это было вполне ничего. Даже на ветерана, когда я перешел, я вполне уверенно с ним себя чувствовал. Просто за Инженера я играл нечасто. Но Крис мне вполне нравился. Конечно, это не донат. Но, все-таки, вы знаете, старый Крис, ну, не особо даже уступал тому, той же, как сейчас, ACR CQB. То есть, в общем-то, на уровне. Другое дело, мультикилл, да. Что раньше не было никакой ACR CQB. Были только Ктары, Компакты. У меня был Компакт. Я потом выбил вот УМП. Но Крис все-таки мог. Крис показывал. Показывал хорошие результаты, когда я с ним играл. Все было очень хорошо. Высокий очень ДПС. Почти такой же, как у ACR CQB был. И вот, к сожалению, его нерфанули. Нерфанули. Сильно это коснулось и, конечно же, коронной версии. Хотя, все-таки, коронная версия за счет урона у каждой пули сейчас примерно представляет из себя то же самое, что представляло из себя обычный Крис до нерпа. То есть, вот этот коронный Крис, который вы сейчас видите, считайте, что это обычный Крис, но старый. Да. Но про короны вообще говорить нечего. Старый коронный Крис с тем темпом стрелевы, который раньше был, он, ну, не особо-то к Тару уступал, честно, да. То есть, это была пушка просто божественная, да. Сейчас, сейчас коронный Крис примерно на уровне обычного. Может, чуть помощнее, может, такой же примерно. Вот. Ну, а обычный Крис, ну, конечно, его времена прошли. Но это не важно. Он и гибать-то можно вполне. Опа-нки! Это шок, детка. Да. Дай-дай-ди-дан-дум-бараба-би-бум. Вы знаете, многие говорят, что типа, а, ничего страшного, зачем типа Крис сейчас беретта шторм есть? Вы знаете, беретта шторм не а. Обычный Крис, обычный вполне Крис, который был раньше с его старыми характеристиками, еще до нерфа, особенно дальности у Инжа, он лучше, чем беретта. Вот я считаю, что Крис старый лучше, нежели новая вот эта беретта, которую на время можно приобрести. Она тоже хорошая, она крутая, но она крутая сейчас. Раньше бы она вообще не стала пользоваться хоть какой-то популярностью, я не думаю. Вот, и хоть что-то возможен, конечно. Бам-бам-ды-ба-ба-да-да-да. Оу, ес, да. Да. Жаль, конечно, вообще оружие само Крис Супер В, это оружие очень популярное во многих шутерах, во многих играх, и среди пистолет-пулеметов Крис Супер В вообще очень известный. То есть, он... нагибом пахнет. Да, не нагибом, моей подгорелой шкурой пахнет, капитан, очевидность. Вот, поэтому жалко, конечно, это все равно, что нирфануть калаш, понимаете, то есть, это такое же легендарное оружие в фильмах, в играх, ну и в жизни, в том числе, тоже, видать, если в игры его досовывают. То есть, было бы досадно, конечно, если калаш нирфанули, то же самое с Крисом. В очень многих популярных шутерах Крис присутствует, и в Warface в том числе. Я надеюсь, что все-таки в один прекрасный день Крис Супер В обретет новую жизнь. Ему повысят урон хотя бы. Вот если обычному Крису сделать такую фишку, не возвращать его темп стрельбы, сделать немного рандомную отдачу, то есть, чтобы нельзя было ее с помощью специальных технологий зажать в точку Крис, вот, но увеличить урон, чтобы обычный Крис стал таким же, как сейчас коронный, вот этот коронный, старый коронный Крис, да, сделать обычный Крис таким, и, соответственно, отдачу более рандомную сделать, ну, что-то типа там, как скажем, ACR, коронная штурмовая, то есть, такая там, по кругу что-то, чтобы, в общем, в точку никак не получилось зажать его. И я думаю, что тогда это оружие, с одной стороны, цель будет достигнута, то есть, точку его не зажмешь, с одной стороны, с другой стороны, отдача будет простой, доступной, понятной, и в контроле особо не будет нуждаться, поэтому Крис Супер В, обычный, за счет этих фиксов, увеличения урона, изменения отдачи, рисунка отдачи, он станет вновь популярным. И я думаю, что Крис Супер В этого, вне всяких сомнений, заслуживает. Во всяком случае, когда я беру коронный, у меня действительно ностальгия, я вспоминаю тот самый великолепный Крис. Поэтому, молодец, джентльмены, другие подруги, мы продолжаем нагибать, да, бай, дады, оу, еа, так, ребятишки, давайте активнее, что-нибудь хорошее нужно, так, так, вот, да, 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 ну, сколько мультикилов тут все у нас было, мы вообще красавцы сегодня, тихо, вот так вот, какие мы молодцы, ребята, да, шесть с лишним тысяч очков, мы побеждаем по-любому, это будет успех, я уверен. Бой подходит к концу, вы знаете, я очень доволен, конечно, весь матч я в основном рассказывал, как я люблю Крис, и как хочу, чтобы он был прежним, но, в общем-то, это не важно, хэдшот я поставил на прощание, и... классика, все как получится, да, так и было задумано, понял, ха-ха, войдем, бам, бум, бам, 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 нормально, пойдет, так, давайте глянем, что у нас там получилось, так сказать, сухие цифры, и того, в общем-то, хорошо, два с половиной, 28 хэдшотов, где you was owned, и своей игрой я вполне доволен, поэтому, леди и джентльмены, другие подруги, если вам тоже нравился тот самый Крис Супер В, и вы хотите, чтобы однажды он к нам вернулся, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, увидимся с вами, Магибу. Магибу.